Всем привет, дорогие друзья! Вы опять на канале Грибоед. Как вы думаете, что у меня в руках? Это гриб. Этот гриб называется рейший или трутовик лакированный. Идет дождь, гроза, молния. Я сижу в беседке и рассказываю вам про уникальный гриб. Этот гриб не является съедобным грибом. Во-первых, по той причине, что съесть, разжевать его невозможно. Он очень жесткий, как в свежем виде, так и в высушенном. Кстати, это уже высушенный гриб. Вот эти грибы я вырастил самостоятельно на грибных блоках. А вот это я нашел в лесу, что бывает очень редко. Так что мне крупно повезло. И прямо сейчас вы узнаете о лечебных свойствах этого уникального гриба. А затем мы с вами вместе будем готовить настоечку лечебную. В 200-250-х годах нашей эры китайская книга о целебных травах классика фитотерапии классифицировала виды грибов, основываясь на их влиянии на различные части тела. Согласно книге, этот гриб повышает сердечную ци, обостряет ум, заставляет людей не забывать. А продолжительный прием гриба делает тело легким, предотвращает старение, продлевает жизнь и даже может сделать бессмертным. Гриб рейший или трутовик лакированный. Этот гриб можно встретить в наших лесах крайне редко. Если вы его найдете, вам невероятно повезло. Рейший – это огромный кладезь полезных и лечебных веществ. Именно поэтому его начали выращивать на специальных грибных фермах. В Китае и Корее этот гриб известен как линджи. Он используется народами Юго-Восточной Азии в лечебных целях уже более 2000 лет. Интенсивные исследования трутовика лакированного показали, что его биологически активные вещества оказывают иммуномодулирующее, противоопухолевое, противовирусное, антибиотическое, противовоспалительное, противоаллергенное и антиоксидантные действия. Химический состав рейший богат протеинами, включающими все заменимые и незаменимые аминокислоты. Грибы богаты витаминами и минералами. Представьте себе, рейший содержит наиболее активные полисахариды среди всех лекарственных грибов и растений. Только этот вид грибов служит источником группы гонодермовых кислот, имеющих молекулярное строение, схожее с астероидными гормонами. Тщательное изучение гриба рейший показало, что его противораковое действие связано с содержащимися в нем полисахаридами и жирными субстанциями, которые являются эргостеринами. Рейший отличается от многих лекарственных грибов тем, что содержит не только противоопухолевые полисахариды, но и терпиноиды, которые повышают сопротивляемость стрессу и препятствуют накоплению свободных радикалов в нашем организме. По результатам клинических исследований, гриб рейший эффективен по следующим направлениям. Использование как профилактическое средство в онкопротекторных целях. Лечение злокачественных опухолей, лечение доброкачественных опухолей, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при заболеваниях бронхолегочной системы, при бактериальных и вирусных заболеваниях, заболеваниях суставов и костей, при сахарном диабете, при ожирении и лишнем весе. Рейший используется как защита от облучения и радиации и даже предотвращает старческое слабоумие. Вот такой этот волшебный гриб рейши. Не зря в азиатских странах его называют травой бессмертия, грибом духовной силы и грибом десяти тысяч лет. Друзья, если вы хотите получить этот гриб и убедиться в его целебных свойствах, пишите мне на почту. Адрес почты под этим видео. А теперь мы вместе с вами приготовим лечебную настойку из трутовика лакированного. Для настойки можно использовать как свежесобранные, так и высушенные грибы. Только пропорции будут разными. В данном случае я делаю настойку из сухих грибов. Часть рейши я уже подготовил для настойки. Можно натереть на терку. Это лучший вариант, но довольно трудоемкий. Гриб плохо поддается измельчению, а можно просто мелко нарезать. Сейчас посмотрим, сколько у меня получилось грамм измельченного гриба. Хочу дать совет. Лучше не использовать электрические приборы, например, бытовые электромясорубки для измельчения рейши. Можно просто испортить прибор, так как гриб довольно жесткий. И так всего у меня получилось 28 грамм. Но для соблюдения пропорции мне нужно только 20 грамм. Поэтому часть гриба я отберу. Можно будет из него потом заварить чай, например, или сделать водный настой. Подошло время для соединения ингредиентов. 20 грамм измельченного гриба помещаю в банку и заливаю водкой объемом 500 миллилитров. Моя будущая настойка моментально окрашивается в темно-коричневый красивый цвет. Теперь все это я закрываю крышкой и поставлю в темное место на 3-4 недели. В профилактических и оздоровительных целях ее можно будет принимать по 1 столовой ложке раз в день за 30 минут до еды. Если у кого-то есть проблемы с желудком, то после еды и лучше разводить водой. Дорогие друзья, если вы не можете найти в лесу гриб рейши, но хотите использовать его для лечения или оздоровления, пишите мне на почту. Адрес найдете под видео. А на сегодня у меня все. Если для вас видео было интересно и полезно, обязательно ставьте лайки, пожалуйста, и подписывайтесь на мой канал. До встречи в следующих видео. Пока!